Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Номер 1042. События дня. Откровение. 22.12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его!» 22.20. «Свидетельствующийся ей говорит, ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» «За 23 октября 2018 года. Объявление наше. Коротко толкните, так вот, за курсором остановитесь и просчитайте дальше. Объявление, потому что некоторые натолкнутся только на одно это, и для них это будет ответ. Тут без обмана, потому что многие выпрашивают деньги, а так к нам не относятся. Ну и дальше я пишу письмо. Тут Сергей Александрович Новиков много знает очень, и мне помогает. «Дорогой Сергей Александрович, сердечно благодарю вас за снимки венспился, столько воспоминаний нахлынуло. И что насчет прямой трансляции? Я же ничего тут не соображаю, но молюсь и сердцем чувствую, что мне нельзя этого делать с моего компьютера». «И тут позвонил помощник, хорошо разбирающийся во всем этом, и говорит, что за этими трансляциями якобы почти охотятся недруги. И даже не ожидая конца передачи, могут пожаловаться, и там заблокирует даже канал. Но так ли это?» Ну, говорят, что слабо, не тянет. Он отвечает. «Насчет жалоб на содержание трансляции, мне думается, не все так страшно. Пожаловать все ведь могли бы и на любой из ваших роликов. Хотя именно в Барнауле уже судили женщину за оскорбление чувств верующих». «Трансляция, наверное, хорошо бы пригодилась для чтения событий дня и для выступлений, подобных тем занятиям, проводимых вами в университетах и училищах. Фактически это почти полное подобие радиопередачи. Такой опыт у вас тоже имеется. Попросите вашу администрацию сделать еще один канал, фактически запасной, и на нем попробовать с Божьей помощью провести подобную трансляцию. Если случится какая-то неувязка на основном канале, то это никак не отразится». И дальше пишет мне одна письмо Екатерина. «Мир вам, дорогая наша сестра Екатерина, голубка. Все прочитал и пристанное себе скачал. И как вы говорили, чтобы это для личного ознакомления, то я все скинул в архив. Относительно всего написанного, никаких ошибок в вашем состоянии, отношениях не вижу. И благодарю за откровенность и ревность о спасении своей души, ближних наших, и рассуждениях, и сожалениях. Я тут полностью с вами. Вставай всегда в 4.40, но других благословений не ищи. И что перед крещением вам говорили о духовничестве, все это может быть и правильно, и невыполнимо, и часто во вред. Почему? Ты и так видишь. Пост усиливать по благословению. Ночной молитвы не пренебреги, это прекрасно, не длинный. Пусть будет хотя бы несколько молитв и 100 поклонов. Это за один раз. Поклонов очень боится сатана, как считает на Афоне, и благословение подается. Так что готовьте свой десант на беседу по скайпу, и чтобы вопросы заранее написали себе. Это все будет только открытым для всех, такое правило. Нам нечего скрывать, если мы искренне верим, что будет суд Божий, и перед всей вселенной откроется жизнь каждого до последнего вздоха. Письмо ты написала немаленькое. Вот я сказал, она написала большое письмо. А какое? Я даже решил статистику выяснить и сравнить с Псалмом 118. Знаков без пробелов в письме вашем 11165. В Псалме 118, 1547, это было тут спасано, всего 11052. Это с цифрами. Я цифры отдельно вычинял, убрал. То есть у меня на 13 знаков, 52, на 113, на 113. Ого-го, надо подправить будет, я подправлю. Больше письмо, чем в Псалме 118. Вот так, тут и ревность, и любовь к истине. Ваше даже письмо подправлять не в чем. Это надо подправить, я неправильно подсчитал, сотню упустил тут. Вот, 117, ну так видно, 11 тысяч на 100. Вот это письмо. Ну там много, свои отношения, в храме там ездили, она не хотела узнать, приходят у ней люди. Ну вот такое дело. Ну что, холодновато, уже лишний раз не выходил тут. У меня задание какое? Тут накормить голубей, вот с водой. Тут расправляться кошками, это всеми. Ну и звонят, звонят ли много. Приехал Игорь Барабаш, с ним поговорили, тут выставил ролик. Я и, вот он здесь, вроде бы и немного, вот он, я показываю. Наверное, вот он, Игорь Барабаш. Так, ты меня моля, вот он говорит, Игорь. Там тоже полугнивые шпалы там были, где-то он насобирал доски. Вот так. Ну, поговорили хорошо. Новости тут какие узнал. И что получается? 4830 просмотров. А за сколько? А тут даже не написано, кажется. 55 за, 40 там против. Ну они ничем не занимаются, только давят. И спрашивают, что за дизлайки? Кто? Никто ничего нет. Ну они больше ничем не занимаются. За это деньги платят, нанимают этих сквернослов. 12 комментариев. Вот тут и просчитаете. Письмо, которое я убрал. Ролик. Раз человек так через него страдает, погибает, я убрал. И сразу же, сразу же в этот день толкование. Ага, испугался. Ну, понимаете, что дьявол. Господь испугался. Испугался и скрылся в пустыне. Прошел через людей там. Когда сверживать хотели с горы, Евангелист Лука говорит, испугался. Доминует меня сейчас, что я испугался. Дьявол говорит, прыгни на храме. На руках тебя понесут. Не искушай Господа Бога. Я этого придерживаюсь. А это-то в любой момент вернуть можно, когда одумается эта душа. Вот так. И говорит, вот своих встречаю. Ну, время занято. Да еще семь раз помолиться в день надо. Семь раз. Это каждый один раз. Это три святые, сто поклонов и своими словами. И день настолько занятый, что даже, ну, времени совсем нет. Ну, и наши показатели, ресурсы. Вот один ресурс. Это мой мир. Вот это я очень люблю. Мой мир. Там, где я в шапке, тут можно переписываться. А где есть губу голубем, там просто запасной. И вот так. Наш форум православный. Ну, а это православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, и вот во свете Библии православный библейский сайт. Я искренне считаю, что равных ему нету. По наполняемости своим богатством нету. Если кто знает, пусть покажет. 4124 ответа подробных. Книги, 38 моих книг. Звук и видео. Фильмы про нас снятые. И тут чего только тут нету. Вот так. И считаю, что на этом все сегодня. Вот так семья. Книга.